В выставочном зале на Советской открылась выставка фотоистории «Физика света». Третья выставка художественной фотографии проходит в рамках проекта «Беларусь на Долоне». Первая была презентована в 2017 году. В 2019 году ее посвятили тысячелетию Бреста. В этом году тоже немало поводов. Это и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и 85-летие Брестской области, и тысячепятилетие Бреста. Во-первых, Беларусь на Долоне, конечно же, привязана к Беларуси. Название само о себе говорит. Но фотоистории, опять же, тоже понятно всем, да, фотоистории, то, что в каждой фотографии есть какая-то история, какой-то подтекст, опять же, о Беларуси. Но еще мы сильнее усложнили задачу для наших фотографов – это физика света. Мы хотели, чтобы фотография, которую мы делаем, она максимально приблизилась к рангу, к статусу искусства, скажем так, чтобы она стала искусством. А не просто запечатлевала какие-то там мертвые, такие сухие какие-то факты. Вот. Поэтому, в принципе, это получилось. Там очень много, вы посмотрите, работы такие достойные. Есть фотоэффекты, всякие там технические возможности художник показали. Кто-то просто раскрыл тему Беларусь на Долоне, кто-то рассказал на фотоисторию. Но есть такие, которые все три задачи исполнили. Свои снимки представили 15 фотохудожников. Проявить себя смогли как опытные мастера, так и начинающие. Вниманию посетителей было представлено более ста фотографий, выполненных в различных жанрах. В экспозиции есть белорусские пейзажи, натюрморты, городские зарисовки, портрет и другие изображения. Среди авторов – фотоработы Галины Богданович. У меня на выставке представлено девять работ. Это моя первая часть выставки. И вот, как сказали, третий раз проводится. И благодаря одной прекрасной девушке, у меня страничка в Инстаграм, я фотограф-любитель. Просто фотографирую все, что я вижу. Какие-то вот у меня порыв души есть, хочу что-то показать и делаю это. Ну и есть, скажем так, поклонники моего маленького творчества. Одна девушка мне сбросила рекламу этой выставки. Я предоставила свои фотографии, отобрали девять фотографий. И вот сегодня я очень рада быть здесь, среди этих людей, действительно. Потому что фотографии замечательные. Здесь мы видим и архитектуру, и людей, и природу. То есть, ну, нашу Беларусь, насколько она многогранная, насколько она красивая. Я фотографией занимаюсь со школьных лет, с седьмого класса. Эти фотографии были сделаны не очень давно. Вот это вообще, это и весной, но это года два назад. Просто я их подбирала в соответствии с тематикой выставки. Я считаю, что появление мобильных телефонов, которые позволяют фотографировать, оно развратило как бы людей. Потому что, да, у всех вот куча фотографий, которые хранятся в телефонах, во-первых, они некачественные. Во-вторых, они сняты, ну, чаще всего неправильно, да, что фотография может даже исказить человека, сделать его хуже, чем он есть на самом деле. И поэтому надо время от времени все-таки обращаться к профессиональным фотографам, потому что, ну, чтобы сделать хороший кадр, надо очень много, много чему научиться. Сегодня фотографы снимают все, что их окружает, подмечают нюансы. Они любят свою страну, живущих здесь людей, природу, выражают эту любовь через фотографию. Это радует и вдохновляет, а потому посетителям хочется остановиться около той или иной фотографии и насладиться красотой, которую удалось передать фотографу через свой снимок. Через фотографию они и передаются, не только можно, но и нужно, и художник на фотографии отражает свое восприятие мира. И меня радует эта выставка, потому что участвует много молодых фотохудожников, 15 человек. Тут и довольно известные мастера такие, как Олег Малейко, как Юкевич Анатолий. Но остальные, незнакомые именно, оно радует, что молодежь все-таки берется не только за кисть, но и за фотоаппарат и передает через фотоглаз видение мира. И это очень заметно. Есть очень интересные работы. Конечно, есть и такие вот сыроватые, но есть очень запоминающие, интересные работы. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.